Праздник воскресения Христова О том, какие важные, на наш взгляд, события произошли в преддверии Пасхи, мы расскажем в наших сюжетах, а именно вы увидите. Вход Господень в Иерусалим вспоминала Церковь в шестую неделю Великого Поста. Индерполит Агафангел совершил архипасторские визиты в Лиманские и Килийские районы. О межрелигиозной толерантности говорили представители разной конфессии. В стенах Одесской духовной семинарии прозвучал последний звонок. 21 апреля, в шестую неделю Великого Поста, Православная Церковь молитвенно отмечала праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как в народе еще именуют этот праздник, Вербное Воскресение. По случаю торжества в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы была совершена праздничная божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел митрополита Одесский-Измаильский в сослужении городского духовенства. 21 апреля Православная Церковь молитвенно воспоминала одно из наиболее важных событий земной жизни нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, его славное вхождение во Святой Град Иерусалим. По случаю торжества в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы была совершена праздничная божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский-Измаильский. Праздник Фода Господня в Иерусалим – это радостный, с оттенком грусти праздник. Ведь Господь приходит в Иерусалим для того, чтобы совершить искупление всего человеческого рода, пострадав и приняв за грехи Его крестную смерть. Радость этого праздника заключается в том, что уже через неделю, 28 апреля, православные верующие христиане будут встречать праздника в праздник и торжество из торжеств – Светлое Христово Воскресенье. Но перед тем, как с душевной радостью встретить и поклониться Воскресшему Господу, Церковь предлагает верующим вспомнить последние дни земной жизни Иисуса Христа, стать свидетелями Его страданий и распятия на Голгофе. Именно поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим – это дверь, открывающая горестный и тернистый путь Страстной Седмицы, ведущий к Воскресшему Господу. В народе праздник Входа Господня в Иерусалим именуется также Вербным Воскресеньем или Цветоносной Неделей, а в литургической жизни Церкви – Неделей Ваи, так как в этот день верующие освящают в храмах вербу и пальмовые листья, как символ воскресшей от зимнего сна жизни. Обычай освящать пальмовые ветви в Ваи известен верующим еще с глубокой древности. Когда Господь наш Иисус Христос входил верхом на ослевый Иерусалим, все верующие срывали пальмовые ветви и полагали Спасителю под ноги, а также стелили свои одежды. С великой радостью встречал Спасителя иудейский народ. Казалось, что все эти люди, растилавшие пред грядущим Сыном Божьим свои одежды и пальмовые ветви, навсегда уверовали во Христа, как в обетованного Мессию. Но, к великому сожалению, через несколько дней те же люди в неугасимой ярости станут кричать римскому прокуратору Пилату «Да будет распят! Возьми, возьми, распни его!». Тем самым они навсегда отказались от своего Спасителя, который сошел с небес, чтобы даровать каждому вечную блаженную жизнь, но получил от своего творения в знак благодарности терновый венец и крестные страдания. ПЕСНЯ 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 Праздник Вода Господня в Иерусалим поучает каждого из нас выражать свою радость при встрече с Господом, как выражали ее ликующие иудеи, которые на тот момент вхождения Господа в Иерусалим действительно радовались и пребывали в настоящем ангельском ликовании. Пастилая свои одежды на пути Спасителя, люди выражали готовность всю жизнь посвятить служению воплотившемуся Богу. Подражая им, каждый из нас необходимо должен всегда словословить и благодарить за все всемилостивого Творца, воспевать Его в своих святых молитвах, вести себя в жизни так, чтобы сделаться достойным той вечной, радостной и блаженной жизни в Царстве Небесном, которую Господь даст каждому, кто истинно веровал в Него. Песня. 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 Затем владыка митрополита Гафангил посетил храм в честь Федоровской иконы Божией Матери, село Кошары. Последним населенным пунктом, где побывал владыка, было село Фонтанка, где высокого гостя у храма в честь преподобного Александра Кушского встречал настоятель протоиерей сила романов. Владыка митрополит непрестанно помнит обо всей своей пасве. И, несмотря на свой почтенный возраст и плотный график, Он всегда находит время, чтобы поехать в отдаленные села, в своей парке и пообщаться с людьми. В завершение хочется отметить, что всюду верующие сердечно благодарили своего архипастыря за его постоянное внимание к их нуждам, за его усердную молитву о мире в Украине, за труды по сохранению церковного единства и чистоты православной веры. 20 апреля Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измильский посетил село Приозерное Килийского района Одесской области, где совершил божественную литургию в храме в честь Святой Великомученицы Параскевы, сослужения Преосвященнейшего Сергия, епископа Болградского, викария Одесской епархии и многочисленного духовенства Килийского района. Далее вы увидите. Таинство Божественной Евхаристии — это основа церковной жизни. Божественная литургия — это благодатный союз божественной любви и единства всех верующих в Господе и Иисусе Христе. Но, к великому сожалению, как свидетельствуют святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, есть те, которые были с нами, но они не были наши. Апостол писал о стремящихся нарушить церковное единство, создать смуту в церковном организме и нарушить богоустановленный строй духовной жизни Святой Церкви. Небольшое село Приозерное Килийского района Одесской области на сегодняшний день пережило попытку незаконного перехода общины храма Святой Великомученицы Параскевы в структуру Бессарабской митрополии Православной Румынской Церкви. Бывший настоятель храма Святой Великомученицы Параскевы протеерей Михаил Стегареску, обманным путем ссылаясь якобы на семейные обстоятельства, и спросил благословение управящего архиерея Одесской епархии Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела на отпускную грамоту с целью отправиться за штат с правом перехода для служения в другую епархию. Припадая к вашим свидетельским сапам, пишет он, прошу вас от всего сердца благословите в него уйти за штат с правом перехода в служение в другую епархию. Я обязуюсь подготовить народ к принятию нового священника, и так уже некоторое время объясняю людям, что мне нужно покинуть место моего служения из тяжелого семейного положения и я пытаюсь успокоить с целью на проходе в связи с современными вызовами для нашей Церкви. Получив отпускную грамоту от правящего архиерея Одесской епархии Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, священник Михаил Стегареску стал призывать односельчан незаконным путем выйти из состава Украинской Православной Церкви и, нарушая церковные каноны, войти в состав Румынской Православной Церкви. Люди говорят, отец Михаил ходит в поселок ближайшем, это румынская земля историческая, это румынская земля, это румынская земля, это украинская земля. Но везде делают шум от того и говорят, это румынская земля, это миссарамская церковь. Это разделение, это территория Украины, оно связано с отторжением в часть Украины для Румынии. В эти великие последние дни Святого Великого Поста каждый истинно верующий христианин обязан быть особо бдительным к нападкам нечистой силы, хранить свой ум и сердце в заповедях Господних и помнить всегда о том, что истинная церковь та, которую основал Господь наш Иисус Христос, где все основано на вечном, божественном законе любви. В Одесском поселке Сарата, благодаря усилиям верующих Украинской Православной Церкви, основан новый храм вместо захваченного. Молитвенно поддержать общину прибыли прихожане соседней благочини. Божественную литургию под открытым небом совершил епископ Южинский Деодор. Также было освящено здание временного храма для общины. Вадыка Деодор передал присутствующим благословение митрополита Одесского Измаильского Агафангела с пожеланиями мира, добра и духовных успехов в твёрдом стоянии в канонической православной вере. 20 апреля по благословению митрополита Агафангела община ПГТ Сарата, которая лишилась прежнего своего родного храма, молилась под открытым небом. Так рано утром литургию возглавил епископ Южинский Деодор, который осветил новое здание для временного храма общины, а также передал присутствующим «Святительское благословение владыки митрополита Агафангела с пожеланиями доброго здоровья, мира, добра, радости, счастья, духовного преуспевания в твёрдом стоянии в канонической православной вере». В дар от митрополита Агафангела епископ Деодор передал общине храма различные иконы, церковную утварь, на престольное Евангелие, хрустальное паникодило и денежную помощь. Также по благословению владыки митрополита, трудами братья свято-иверской обители был сооружён новый иконостас для этого временного храма. Материальная помощь для храма была передана и от духовенства Саратского и Татарбунарского благочений. «Призви на нас, грешных и недостойных рабов Твоих, обновления празднующих чеснаго храма покрова Пресвятые Богородицы во образ Святейшей Твоей Церкви, сирич самого Телесея нашего, ежу уба и храм Твой, иуды Христа Твоего, всехвальным апостолом Павлом именоватись подобил Иси». «Я прихожанка храма уже нового, у нас был храм, ну, обстоятельства так остались, что у нас храм забрали, но слава Господу нашему Иисусу Христу, что ливусь своей, не могу я волнуюсь, что сейчас мы открыли новый храм, и Вадыка приехал и осветил. Хотя и забрали наш храм, но все равно душа наша, крит это любому Господу, мы должны богослужение, свои молитвы возносить к Господу, и милостью Божией, и очень волнуюсь, Благодатика я перепонюю, слава Богу за все». «Ошибка, что такое ошибка? На славянском языке грешка, или сейчас мы это употребляем, слово грех. Хуже всего, когда человек, ну, человек имеет право, допустим, ошибаться, это свойственно человеку, но хуже всего, когда он не признает свои ошибки. Ну, для этого в христианстве есть, допустим, есть исповедь, причащение. Я призываю тех людей, которые сделали ту ошибку, которая называется переход в ПЦУ, признать не перед другими людьми, а в себе внутри, в своей душе. Признать ту ошибку, не надо прилюдно кляяться, а просто признать ее, исповедоваться и прийти в ЛОНО УПЦ. Первое, хочу сказать, что я сама принадлежу этой общине, и что, как отразилось, я вижу, что народ и наша община стали более близки друг к другу, в общении, вот в такой вот тяжелый период, поддерживают друг друга. Все сплотились, чтобы иметь помещение, где молиться, вот, и, слава Богу, у нас есть уже батюшка, и помещение, и обустроили мы его. В общем, я бы сказала, что братья и сестры стали неформально, а действительно братьями и сестрами мы стали, вот, в Боге. Так мы видим, как православные сорочане проявили единство и с Божьей помощью и помощью добрых людей смогли обрести себе новое место для молитвы. И сегодня сотни верующих, присутствующих на этом богослужении, являются свидетельством того, что храм можно забрать, разрушить, закрыть, но веру человеческую в Бога никогда не уничтожить и не сломить. 24 апреля в здании Одесской областной государственной администрации состоялась межрелигиозная конференция, организованная Международным конгрессом по защите прав и свобод граждан, ЩИТ. На мероприятии присутствовали представители как православных христиан, так мусульман и иудеев. Духовные лица обсуждали важный вопрос межрелигиозной толерантности в современном украинском обществе. Украина – полинациональная страна с большим количеством религий. И именно Одесский регион является одним из этнически разнообразнейших среди многих районов нашей страны. Поэтому именно Одесская епархия инициировала конференцию по поводу важного вопроса толерантности между представителями различных религий. Инициатором цієї встречи стала Одесская епархия Украинской православной церкви с очень прикрого привода. И нам бы очень не хотелось, чтобы тень от того, что появилось на территориях интернету, пала на нашу церкву, потому что донька автор цих постей в интернеті является донькою священника, который еще нещодавно был клириком нашей церкви. Украинская православная церква завжди виступала инициатором МИРУ. Прецедентом встречи представителей различных религиозных направлений стал недавний конфликт в социальных сетях. К большому сожалению, то, что мы читали в социальных сетях, слышали в высказывании некоторых людей, оно действительно заставляет каждого задуматься, потому что в свете происходящего, в мире, это вопросы, которые не просто сказаны вскользь или в каком-то несерьезном диалоге. Сегодня собрались здесь все религии и представители духовной религии, христиан, мусульман и других. Они все осуждают это. И они все хотят мира. У нас Одесса 134 националисты. Все хотят мира, все хотят дружно в этом городе. Поэтому проблемы здесь нет. И мы будем продолжать борься против таких которые они зажигают, разжигают проблемы между националистами и другими. У нас всегда одесса пример для всем мира. Толерантность, дружба и все националисты здесь нормально живут. Мы разные и у нас разные религии, разные убеждения. Но есть то, что нас объединяет то, что мы все находимся на территории Украины и нас беспокоит обстановка в Украине и мы все за то, чтобы было здесь мирное сосуществование. Мы осуждаем любую статью, любую зажигание международа, международа, это нельзя. Любой человек по закону Украины, у нас есть 35-я Конституция Украины, любой человек умеет права вера. Любая вера он хочет этим. Давайте мы уважаем закон Украины, давайте мы работаем на закон Украины. Наш закон очень хороший. В целом такие мероприятия весьма актуальны и в других вопросах, ведь современное общество требует постоянного диалога между различными религиозными и идеологическими взглядами на мир. Главное взаимоважение, уверен президент Международного Конгресса по защите прав и свобод граждан. Мы договоримся хотя бы через каждые два месяца собираемся, обсудим в церкови раз, в мечети раз, и там раз, ну, всегда собираемся, обсудим любые вопросы, помогать друг другу, поддержать друг другу и так далее. Следует отметить, что с самого начала конференции все ее участники были согласны друг с другом в том, что именно религиозная толерантность или веротерпимость обеспечивает мир в обществе. 20 апреля в стенах Одесской духовной семинарии состоялся последний день лекционных занятий в этом учебном году. О том, как это происходило, в нашем сюжете. Студенческие годы — это самое радостное время в жизни каждого человека. Перед юными сердцами открывается весь мир со всеми его знаниями. С каждым годом студенты крепнут, возрастают духовно и физически. И в конце каждого года наступает особый момент, когда каждый из учащихся должен сделать для себя выводы, как прошел год и чего я достиг за это время. последний звонок день последних лекционных занятий — это та черта, переступив через которую уже невозможно что-то наверстать. Впереди экзамены, которые станут лучшей проверкой для студента. Годы, которые прошли в семинарии, очень многому нас научили. В первую очередь, конечно же, любви. Господь Бог каждого из нас призвал в эти духовные стены нашей духовной школы для того, чтобы мы получили какие-то знания, какие-то навыки. Не зря мы называемся воспитанниками духовной школы. Воспитываются в нас различные добродетели, дух, любви. И каждому из нас в этот день, конечно, радостно, что годы эти пришли не зря. И также немножко переживаешь, потому что дальше ждет какое-то неизведанное будущее, у каждого свой путь. Мы будем надеяться на милость Божию, что у нас все получится. Эти дни трепетны для каждого студента Одесской духовной семинарии. Особенно Жене волнительны для выпускников, студентов четвертого курса. Ведь сегодня со своими собратьями-однокурсниками они в последний раз, сидя за ставшими за четыре года родными партами, будут внимать преподаваемому им учению. За четыре года мы сроднились. Мы все вместе молились, причащались. Мы становились единотелесны, единодуховны Христу. Становились едиными во Христе. Хочу пожелать братьям не забывать духовную школу, не забывать те знания, которые они получили и всегда, всегда бороться за свое спасение, потому что вся наша жизнь это борьба. Войдя в этот день в аудиторию четвертого курса, видно, что студентов преисполняют двоякие чувства. На их лицах мы видим грустные улыбки, которые говорят о многом. И вот закончилась последняя лекция. Четвертый курс торжественно выстраивается у входа в родную Одесскую духовную семинарию и торжественно направляется в трапезную. Во время этого шествия громогласно звучат молитвословия и все округу оглашает звон колокола, который сообщает всем присутствующим о завершении лекционных занятий в духовной школе. Обучение в духовной семинарии оставляет неизладимый след в душе каждого семинариста. Многое со временем забудется, но никогда студенты не забудут тот пронизывающий звук звон колокола, возвещающего об окончании лекционных занятий. Немало событий произошло на прошедшей неделе, немало будет и на грядущей, дорогие братья и сестры. Но на фоне ослепительного сияния факта воскресения Христа все события человеческой истории вместе взятые поглощаются, подобно тому, как лучики одесских фонариков не видны на фоне лучей яркого весеннего солнца. Радость Пасхи несравнима ни с чем, ведь задумаемся только, сколько радости было во время Второй мировой войны при известии об освобождении очередного города от фашистских захватчиков. А сколько радости было в мае 45-го, когда главный диктатор и ночной кошмар многих поколений капитулировал. Сколь же радостнее воскресение Христа, если капитулировал не просто диктатор, а подлинный диктатор падших ангелов, державший в духовном плену ни одно поколение верующих. Будем же радоваться не просто потому, что так велит наша традиция, будем радоваться с осознанием того, о чем мы собственно радуемся, ведь именно в таком случае радость может быть совершенна. О том же, как именно православная Одесса встретила воскресение Христова, о богослужениях этого дня и всеобщей народной радости мы расскажем в нашем следующем выпуске. Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова